Не ограничивай Бога в твоей жизни. Так называется моя проповедь. Бог часто очень страдает. Мы страдаем от того, он не страдает, но мы страдаем от того, что мы его ограничиваем в собственной жизни. Что интересно, когда касается там горе, реки, мы не ограничиваем Бога. Мы считаем, что он облака держит, вселенной держит, космос он держит на месте, мы прямо верим, прямо вообще. Но когда касается нашей жизни, лично нас, вдруг барьеры какие-то начинают подниматься, оправдания, какие-то еще. И мы ограничиваем Бога часто в нашей жизни. Книга Бытия, 17 глава, с 1 стиха. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо мною, и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма и весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. И Бог продолжал говорить с ним и сказал. И он начнет рассказывать завет свой. Смотрите, Авраам встретился с Богом, и Бог себя познакомил с Авраамом. Я хочу предлагать вам, чтобы в жизни вы позволили Богу познакомить себя с вами. Я рад, что многие люди вам помогли знакомиться с Богом на основании их знакомства, на основании их знания, на основании их понимания. Мне кажется, чтобы вы знали, у нашего Бога есть желание познакомить себя с вами. Это называем откровение. Бог хочет открыться вам. Когда Бог открывается тебе, Он становится живым, реальным, а не талисман жизненный. Часто мы к Богу, как к талисману. Бог не талисман. Бог не какая-то порция удачи. Бог не заклинание цыганки. Бог личность, который желает познакомить себя с тобою. Заметите, я не могу заказывать. Бог познакомится со мной сейчас. Он выбирает. Когда? Исходя из того, насколько Он может доверять тебе. Потом Бог доверял Аврааму. Он решил прийти, раскрыть себя. И говорит Аврааму, Авраам, я Господь, Бог всемогущий. Вы не думаете, что впервые Бог услышал про Бога? Он давно уже. Но как всемогущий, первый раз. Поэтому, естественно, когда Бог сказал ему, я Господь, Бог всемогущий, Авраам пал на лицо свое в почтение и в поклонение. Он услышал впервые, впервые Бог всемогущий. И смотрите, Авраам услышал, он в принципе не против. Он даже ничего не говорит против Бога тут. Он падает, поклоняется, молча. И он это слово, я всемогущий, воспринял по своему. Откуда я знаю? 17 глава, 15 стих, где? И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее и произойдут от нее народы. И цари народов произойдут от нее. В 17 стихе Авраам опять падает. Только на этот раз, смотрите, и пал Авраам на лице свое и рассмеялся. Почему он рассмеялся? Он смеялся так громко, но сказать, сам в себе сказал, неужели от 100-летнего будет сын, и Сара 90-летная неужели родит. Смотрите, он смеялся снаружи, но мысли, которые заставляли его смеяться, двигались внутри. так, кто Авраам на самом деле? То, что внутри. А то, что снаружи, это просто реакция на то, что внутри. Настоящий ты внутри. Скажи, даме. Он рассмеялся, и он решил, а это уже он сказал вслух, Господь Богу, о, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим. У него хватает дерзость Богу подсказать. У меня бы не хватало. Я бы, возможно, не верил или смеялся внутри, но я бы помолчал. Но Авраам настолько не верит, что он считает, что Бог ошибся. Его душа и эмоции не верили. Его тело не верило настолько, что оно упало от смеха. Я много смеюсь иногда, редко, но так, чтобы падать от смеха, это нужно много смеяться. Вы понимаете? Его тело не верило. Его воспитание не верило. Его знания научные, его учеба, его ум, его опыт, его все, что он видел в жизни, в один миг восстал против Божьих слов. Нет так, не бывает. Поэтому, когда я люблю на себя все примерить, на других людей мне сложно, я решил, что самый лучший эксперимент это я. Когда что-то мне говорится, и я не верю, сразу, автоматически, я потом отхожу и проверяю, из чего я не верю. Я начну обнаруживать, что восстало в один раз, в один миг опыт образования, учености, знакомые люди, которые говорили, опыт моей жизни, других пасторов, что они сказали, что я слышал, что я читал, в один секунду все восстает против знания Бога. И многие христиане не заметили, как познание Бога внутри было уничтожено, когда все, что у вас восстало против сразу. Поэтому каждый раз, когда мое мнение не соглашается с тем, что Бог говорит или передает лучше молчи, чем говорить, потом вернуться назад на покаяние. И вот поэтому Авраам он терапился, потому что невежество и неверие во время его проявления, не только невежество и неверие, все, что дьяволское, да, есть плод духа, а есть плод дьяволское. Вот эти плоды дьяволские во время, когда они проявляются, они считают, что правее, чем них ничего нигде нет. Поэтому Авраам, если бы он сомневался, что вдруг мое неверие неправильно, он бы не дерзал Богу сказать, что ой, Господи, ты хотя бы благослови. То есть твое умение, Господь, я считаю, что хотя бы на уровень Измаила. А про там Исаака, ты уже как-то не думай. Он так уверенно говорит, как будто он Бог номер два, вы понимаете, в дублике от Бога. Опять же, я критиковал Авраама, пока я не посмотрел на себя. Я лучший эксперимент для меня. И лучший эксперимент для вас это вы. Не ваш муж, не ваша жена, не сын, не дочь, а вы. Сейчас-то мы других обрабатываем через, не себя обрабатываем. И пользы и эффект будет гораздо больше. И эта земля будет счастливее гораздо, если ты будешь над собой работать. Нежели над мужем, над женой, над детьми, над тем, если ты поработаешь над собой, этот мир будет радостнее. Когда у тебя дерзость быстрее, остановись, вдруг это опять очередное невежество, которое бежит и говорит, как всегда она любит показаться раньше всех. вот поэтому Библия говорит, чтобы нас защитить от этого влияния. Библия говорит, будьте медлены на слово. Есть такое в Библии? Да. Зачем? Чтобы защитить от этого синдрома Авраама. Поэтому Авраам он делал то, что я называю, он решил, Бог не может дать ему сына, Бог не может дать Сару родить ребенка, Бог не может в таком возрасте сделать. Максимум, на что может Бог, на что он способен, это благословить Измаила. А это называю Авраам начал ограничивать Господа Бога. Поэтому я так рисовал, рисовал, что вы видели, как в жизни это бывает. Он начал ограничить Бога. Нет, Господь, он словами ограничил, мыслями ограничил, ожиданиями ограничил. смехом своим ограничил. Когда он смеялся, у него были мимики на лице, которые тоже ограничивали Бога. Удивительно, что в нас есть так много, чем мы можем Бога ограничить. Гораздо больше, чем мы думали. Нельзя никогда ограничивать Бога. Не ограничивая Его твоими знаниями. Не ограничивая Его твоими знакомыми. Не ограничивая Его твоим человеческой мудростью. Не ограничивая Его твоими пятью образованиями. И не ограничивая Его твоим богатством. Не ограничивай его за твоим костюмом, деньгами, домом, квартирой, самолетом, вертолетом. Не ограничивай. Если ты купил самолет сегодня, это не аннулирует Бога. После самолета Бог еще будет. Потому что для некоторых людей Бог есть, когда они нуждаются. Бог есть, когда голод. Бог есть, когда ничего нет. Как только все есть, вдруг они атеисты. И Бога нет. А я принимаю решение верить в Бога, когда у меня все есть и когда у меня ничего нет. Если ты жаждешь больших достижений, стремишься быть победителем над обстоятельствами, хочешь быть крепким и целеустремленным, приобретай книги и проповеди пастора Генри Мадава. В каждой из них ты почерпнешь свежую мудрость с Божьим присутствием. И это поможет тебе вырваться из плена безысходности и сомнений в Божье объятие. Сделать заказ вы можете по телефону или по электронной почте, которые вы видите на вашем экране. Как и две тысячи лет назад, сегодня любящий Бог прикасается к людям, освобождая и исцеляя их. Его любовь способна сдвинуть любые горы и изменить любые обстоятельства. Он был глухим. Никогда не слышал ни одного слова. Сейчас ему 40 лет. Иисус пришел, чтобы спасти его, и открыл его уши. И мы радуемся. Вы можете присоединиться к служению пастора Генри Мадава посредством личной молитвы и финансовой поддержки и через это стать соучастником в Великом Деле Божьем. Для этого зайдите на сайт Церкви Победа или позвоните по телефону, который видите на вашем экране. Так, продолжаем. Почему Авраам ограничил Бога? Давайте поизучаем вот это разговоры Авраама. Авраам говорит Богу, о, лишь бы Измаил там жил. Как Измаил появился? Измаил это было производство Сари, Агари и Авраам. Бог не участвовал. Сара пришла с хорошей идеей. Да, вы не обвиняете Сару особенно. Потому что, вы помните Яков? У него было две жены, да? Как их зовут? Да, Рахиль. Когда Рахиль не имела детей, не могла. И что она сделала? То же самое, что Сара сделала. Она принесла к этому Якову свою служанку. То есть, культура того времени. Я знаю, некоторые пытаются, чтобы депутаты голосовали за такую культуру сейчас у нас в Украине. Оно не пройдет. Но вот культура того времени позволяла, что дети, которые рождаются служанкой, они не ее дети как таковы. Это дети хозяйки. Поэтому говорится, что у Лия было столько детей, у Рахили столько. Но Рахили сама не всех рожала. Ее служанки родили для нее. Поэтому культура. Это не просто там Сара слишком. Это была культура того времени. И она говорила, Авраам, возьми вот мою служанку. И вот пусть родит мне ребенка. И они родили Измаилом. Но вот получается, что Авраам решил, Бог может благословить Измаила, но больше ничего. Как появился Измаил? Производство человеческое. И поэтому, когда Бог пришел и сказал, будет Исаак, Авраам перекрутил, перекрутил, перекрутил и решил, невозможно, причина. Потому что он решил, что Бог такой же, как человек. Вот поэтому число 23 главы 19 стих, Библия говорит, Бог не человек, чтобы ему льгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Бог оказывается не человек. Меня не приветствовали, я обижен. Бог не обижается от таких глупостей. Не мери Бог твоими реакциями. Не мери Бог твоими пороками. Не мери Бог твоими комплексами. Не мери Бог тем, что у тебя не было папы, мама, братьев не было, мужа не было, жени не было. Да, это повлияло на твою душу. Душа Господа Бога ничем не изранена вообще. Вы меня слышали, да? Если ты живешь в подозрении, это не означает, что Бог в подозрении. Твои эмоции не равняются эмоциям Господа Бога. Твои выводы не равняются выводам Господа Бога. Свобода для вас. Мнение других людей не равняется мнению Господа Бога по отношению к тебе. Скажи аминь. Он не человек. Человек на земле. Бог в небесах. Как небо выше земли, так и его мысли выше человеческих мыслей, так и его способности выше человеческие способности, так и его умения выше человеческие способности. Умения. Посмотри на небо, выше облако, за пределами звезд, дальше, чем солнце, еще туда, и вот где-то на третьем небе, если мерить так, что до солнца одно небо, типа так, а если еще отсюда до солнца еще одно небо, и потом в третьем, там Бог. Представьте себе, какая разница между Богом и человеком. Это преступление сравнивает Бога с человеком. Это преступление унизит Бога, уменьшит до уровня человека. Мы просим, исходя из того, за кого мы посчитаем Бога. Если мы посчитаем Его за человека, мы просим как к человеку, мы ожидаем как к человеку. Я вот хочу вас просить, дико доверяйте Богу на большие дела. Почему дико? Потому что фантазия ваша, если дико, вы увидите деревья большие сразу, и ваше мышление расширится. Дико, по джунглевскому, где большие горы, деревья, доверяйте Господу Богу. Понятно для этого Бога понятие, что тяжело, такого у Него. Само понятия нету. Нету такого. Теперь смотрите. Бог говорит. Признак того, что Он Бог. Первое. Он говорит. Если Он обещает, Он сделает. То есть нет такого понятия, что Бог сказал и не сделал. Такого нет. Если Он говорит, Он исполнит. Потому что человек, если Он говорит, иногда он хочет исполнить. Но не получается. Вы понимаете? Я буду тебя обеспечить до конца моих дней. Да, хорошо, спасибо. 50 лет авария. И не может обеспечить. Хотел бы Он. Он хотел очень. Но вы, человек, ограничен. И вот смотрите. Все, что Божие, гарантирован. Потому что Он Бог. Бог. Все, что Он обещает тебе в жизни, Он сделает. Если Бог вдруг обещает тебе чего-то большое, не удивляйся. Он большой. На мелкие дела Он не умеет. Он большой Бог. И вот замерите. Он. Если Он обещал тебе сына, будет сын. Он обещал тебе ребенка, будет ребенок. Он обещал тебе работу, будет работа. Он обещал тебе прорыв, будет прорыв. Он сказал, ты будешь пастором, ты будешь пастором. Он сказал, будешь миллионером для Царства Божьего. Будешь миллионером. Он обещал тебе дом, будет дом. Я не говорю, что ты замечтал. Твои мечты, да, твои. Но ты не в силах их восполнять. Но если Бог сказал, это да и... Не зря мы выучили это слово сегодня впервые. Это да и... Я вас не слышу. Это да и... Ты ожидаешь от Бога исполнения Его обещания. Не подай духом. Не выбрасывай это обещание. Потому что Авраам, его настрой стала против. Душа стала против. Настроение стало против. И он рассмеялся. Держись к обещаниям, чтобы ты не ограничивал Бога. Бог предлагает познакомить тебя с Ним. Чтобы Он открылся тебе. Закруглая все это. Бог не человек. Он не меняется. Он написан. Он не человек, чтобы ему меняться. Он не меняется. Кем он был, так он есть, и так он будет. Технология не поменялась его. И не заменила его. И время на него не повлияло. И не влияет. В 21 веке Бог тот же. Как был в 18 веке. Как был в 16 веке. Как был в 15. Время не влияет на Бога. К евреям. Последний к евреям. Первая глава. С 10 стиха. И в начале ты, Господь, основал землю и небеса, дело рук твоих. И небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты прибываешь. То есть, когда-то будет время, когда небеса и земля погибнут. Да? А он говорит, а он прибывает. Он говорит, они все обфитчают, как риза. То есть, земля стареет, оказывается, потихоньку. И небо тоже. Как одежду свернешь их. То есть, будет день. Я не знаю, когда. Слава Богу, может, не в мои дни. Когда Бог придет и землю сложит. Как тут написано? Свернешь их. И изменятся они. То есть, поменяет их. Но ты тот же. И лета твои не кончатся. Заметите, какой Бог. Он не меняется. Даже земля и небо мелочь по отношению к нему. Он больше, выше. Не меняется. Он тот же. Он создал. Если Бог создал небеса, создал землю, и все, что в нем, то тем более, этот Бог живой, сильный, всемогущий в наши дни. Субтитры создал. Продолжение следует...